И они, как правило, уходят с нашими коммунистами. Мы создаём газеты, либо мы работаем с газетами. Есть районный комитет партии, который получает газеты из-за голосового комитета. Нет, но я... Мы сейчас не работаем. Мы проверим. Так, работающие на договор. А, мы же в Москву ехали. Потому что тут вообще никого нет. А, ты был здесь? Конечно, здесь не было никого. Сегодня пришли люди забрать агитационные материалы. При выходе из обкома были остановлены сотрудниками милиции, которые им запретили выносить и выходить из помещения областного комитета партии. Соответственно, конечно, наши товарищи позвонили. К обкому начали стягиваться наши депутаты. Вот я подошёл к частности. У нас вышла официальная газета, вот она и имеется. То есть, где она проплачена со сбирательного фонда, где Вадим Георгиевич Соловьёв, наш лидер списка, даёт своё интервью как агитационный материал. То есть, она официально зарегистрирована. Всё, уже распространение его подходит к концу. Но, тем не менее, вот нас милиция остановила. Дальше события развивались таким образом, что на наши законные вопросы, в чём дело, сотрудники милиции пояснили о том, что имеется якобы устное распоряжение не выпускать никого из помещения областного комитета партии. И что мы должны ждать кого-то. Там какую-то бумагу на проведение, то ли обыска, то ли ещё чего-то. В общем, они не дали чётких пояснений по поводу того, что, тем не менее, вот на два часа, вот вы видите, работа была прервана. То есть, народ взбудоражен. Кого-то задерживали, то есть, отправляли назад. Не задерживали в прямом смысле, а просто не выпускали из областного комитета. Далее приехал вот сегодня сейчас начальник милиции по Заволжскому району. Полиции. Полиции, да, извините, как он сейчас называется. По Заволжскому району я объяснил, что вчера в Заволжском районе были задержаны двое молодых людей, которые распространяли листовки, якобы распространяли листовки, поскольку они нам не были предъявлены содержанием, то есть, с логотипом КПРФ. Содержание тоже их не удалось выяснить, только со слов, что они вот какие-то провокационные и так далее, и так далее. Составлен был протокол, то есть, не протокол, сейчас даны нами были объяснения, что мы не можем отвечать за то, что там кто-то с логотипом КПРФ распространял в Заволжском районе. И так далее. Спасибо.